приветствую друзья на связи андрей жариков сегодня 1 июля 2018 года можно сказать юбилей потому что ровно 11 месяцев назад а именно 1 августа 2017 года компания гам объявила о том что она уходит в незапланированный отпуск позвольте зачитать вам объявление которое висит или висела в тот день на официальном сайте дорогие клиенты сообщаем вам что с 1 по 21 августа семнадцатого года инвестиционный фонд atlantic global asset management официально уходит незапланированный отпуск в связи с изменением 1 августа 2017 года программного кода в сети bitcoin и остановки работы bitcoin бирж масштабирование сети bitcoin путем внедрения крупнейшими майнинговыми компаниями со всего мира нового программного обеспечения является важнейшим и долгожданным событием 2017 года так как несет себе новую мировую тенденцию развития криптовалюты bitcoin который является важным финансовым инструментом для работы тысяч компаний и криптовалютных бирж по всему миру atlantic global asset management не исключение так как на сегодняшний день 97 процентов всех денежных средств используемых клиентами компании являются криптовалюты bitcoin и эфириум но вы же помните как господин абакумов вам рассказывал что компания чем занимается на чем зарабатывает ну как она покупает убыточные компании доводит их до ума делает прибыльными компаниями и продает с большой прибылью а вот тут оказывается что 97 процентов средств компании находятся в криптовалюте в bitcoin и эфириум каким образом они умудряются покупать и продавать компании за криптовалюту это большой вопрос которая как вы знаете скачет то вверх то вниз ну а если вспомнить что сейчас всплыла информация о том что деньги компании агам были заморожены в июне 2017 года и разморожены по решению суда в апреле 2018 конечно вы скажете это же хорошая новость вот деньги были заморожены а сейчас они разморожены до новость хорошие только если судить по их собственному объявлению они же сами говорят что у них 97 процентов денег в криптовалюте то есть получается на банковских счетах у них только три процента денег да то есть три процента денег были заморожены и три процента денег были разморожены ну получается так ну и давайте вспомним как вообще развивались события 25 мая 17 года проходит знаменитая конференция на которой господин рабала заявляет что он переходит на ну компания переходит на новый уровень легализации получение лицензии и так далее и процесс это начинается с первых четырех стран германия польша казахстан украина и в связи с процессом легализации необходимо произвести разделение баз данных то есть инвесторов разных странах разделить и в связи с этим финансовые операции между кабинетами в финансовой операции ввода и вывода на время прекращаются одесской 12 июня все заработает как и раньше но наступило 12 июня июль наступил ну и я думаю вам объяснять не надо до некоторые операции компании возобновила например перевод из кабинета в кабинет внутри одной страны разрешался но вывода как не было так и нет до сих пор и по сути эти четыре страны которые были заблокированы первыми германия польши казахстан украина не получают выплат уже 13 месяцев на минуточку но дальше раз ситуация развивалась уже по наклонной в июне июле суммарно было заблокирован а вывод в 13 странах российской федерации вывод еще работал а вот 1 августа как раз компания объявила о том что она уходит в отпуск на три недели но когда компания из отпуска вышла как вы знаете платежные системы для европы для снг также не заработали их нет до сих пор уже 11 месяцев и наверняка многие из вас видели на ю тубе видеоролик под названием прокуратура казахстана аллахатроник в эстроволд и агам заметьте когда этот видеоролик был опубликован он был опубликован еще 23 апреля 2017 года то есть за месяц за месяц до того как компания заблокировала вывод в казахстане и в остальных странах и ролик набрал достаточно большое количество просмотров 95 тысяч просмотров и вот например пользователь по имени егор андреевич приводит очень хорошие аргументы я считаю именно в защиту квеста ребят вот честно ну что спорить просто подумайте мозгами включите логику у школе завели уголовное дело соответственно должны были закрыть сайт посадить за решетку на весь период следствие всех руководителей участников подозреваемых в организации но ведь правильно с этим никто не будет спорить но смотрите во первых закрыть сайт 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 принадлежит международной компании насколько я понимаю прокуратура казахстана просто вот так взять и закрыть сайт иностранной компании даже при всем желании не может нет у нее таких полномочий дальше посадить за решетку опять же вот вопрос к вам инвестор из казахстана насколько известно действительно были какие-то заявления в полицию до какое-то расследование вот хотелось бы узнать а чем все закончилось или это все так затихло и все уже про все забыли то есть полиция в казахстане что-то делает вообще в этом направлении или или просто полиция тупо не хочет это за этим заниматься типа ну рассуждение такое вы сами сами деньги вложили сами потерялись то есть вините сами себя и почему мы будем заниматься вот если вы в курсе ситуации что там вообще в плане расследования происходит напишите пожалуйста в комментариях что знаете на этот счет дальше егор андреевич пишет а теперь внимание настоящий сайт квестра как работал так и продолжает работать смотрите он упоминает какой-то настоящий сайт квестра а какой-то не не настоящий если он имеет ввиду сайт первой самой компании квестра холдингс так для сведений егора андреевича это вообще-то та самая компания с которой все начиналось просто позднее она разделилась на две компании квестра ворлд и компанию агам не верите посмотрите вебинары которые ваши же собственные лидеры проводили которые объясняли что вначале была компания квестра холдингс и она разделилась на две компании квестра ворлд и компанию агам ну на мой взгляд как бы для человека для партнера компании стыдно такие вещи не знать все руководство компании все действующие лидеры компании как продолжали выступать на вебинарах конференциях различных мероприятиях так и продолжают это делать но обратите внимание что егор андреевич это написал год назад это давно было так вот к сведению вашему егор андреевич прошло прошел уже год лидеры топового уровня директора 11 12 уровня уже давно не утренних кофе не презентации квестры не проводят а спокойненько продвигают себе другие проекты так что как бы этот аргумент да можно его учитывать но это продлилось еще несколько месяцев пока у лидеров была вера что что-то там еще наладится наступил момент когда лидеры поняли что ловить тут уже нечего и пошли по другим компаниям даже ольга клейнард которая заверяла что она в компании до последнего вот просто до последнего а что-то что-то утренний кофе уже три месяца не проводят ребят поймите в казахстане кого арестовали это преступники создавшие проект с аналогичным названием до кого там арестовали то есть ну по логике кто-то сидит уже за квестру до какие-то преступники назовите имена фамилии не более того их за это посадили поэтому учитесь думать своей головой учитесь анализировать а не цепляться за любую новость и верить всему подряд ну вот здесь егор андреевич хорошие вещи говорит учитесь думать своей головой учитесь анализировать совершенно верно но обратите внимание ребят что как время все таки расставляет на свои места вот представьте вы новичок и вы и вы изучаете информацию по компании квестра и хотите понять стоит туда вкладывать или нет вот с одной стороны вы посмотрели видеоролик где говорится что по компании квестра прокуратура казахстана ведет расследование а с другой стороны появляется вот такой человек как егор андреевич и приводит ну такие можно сказать убедительные аргументы почему это не так что квестра не пирамида что это реальная компания логически рассуждают да ну вот согласитесь новичку иногда бывает сложно разобраться вот есть одна точка зрения и другая но видите время то все равно расставляет все по своим местам чтобы там не рассказывали лидеры чтобы там не вещали кофевары на утренних кофе факт остается фактом в российской федерации и во всей европе вывода нет уже 11 месяцев германии польши казахстане украине уже 13 месяцев вы хоть миллион ты аргументов приводи что квестра это не пирамида и не хайп но вывода как не было так и нет вот пользователь тоже пишет квестра супер компания слыша каждый негатив желание инвестировать усиливается но вот год спустя за задам вам вопрос ну как хочется еще внутри аночки то в квестре прикупить усилилась за год за последние желание инвестировать евгения дубровская сочи плохо работает прокуратура в казахстане несут бред не проверив информацию впрочем у нас стране везде так работает прокуратура в носу ковыряются ничего не делают я соглашусь с евгений только в том плане что именно в носу ковыряются ничего не делают и не доводят до ума куча уже заявлений от пострадавших инвесторов а что-то не видно результатов да то есть вот в этом плане а алексей крутится в матрицах еще смеет говорить о компании квестра алексей это ну тот кто загрузил данное видео алексей ты знаешь что президент квестра хосе мануэль очень уважаемый человек и что он создал фонд для реабилитации пациентов после инсульта а что сделал ты алексей в своей жизни кроме того что сейчас критикуешь эту компанию для того чтобы прорекламировать себя что ли подумайте все прежде чем что-то делать ну что товарищ напомни где ваш уважаемый президент квестра хосе мануэль о котором уже восемь месяцев ни слуху ни духу и даже диего говорит что никто не знает где он находится такой он уважаемый человек вот пользователь дик написал тоже комментарий годичной давности клоуны не способные отвечать фактами заблокировали во всех своих группах вы долго будете ждать скам квестра и весь прикол в том что из квестра никто другие проекты не критикуют а другие наоборот хлебом не корми только дай разоблачить и все такие хорошие о людях думы и следом зовут свои проектики ну товарищ не способны отвечать фактами через месяц после публикации данного видео были заблокированы первые четыре страны потом 13 стран а потом вся европа и вся снг и вывода нет уже один смесь а где-то и 13 вот тебе и факты вот серик высказал свое мнение я лично сам верю в квестра нежели нашим чиновникам поэтому ребята ничего не бойтесь приумножайте в квестра свои деньги это наша возможность выйти с болота и зажить как арабы ни в чем не нуждаться вот видите серик написал ничего не бойтесь приумножайте ну и пошел народ набрал кредита в банке кто-то квартиры продал кто-то машины до хотели зажить как арабы и бухнули денежки а через месяц после публикации этого видео все казахстане вывод и прикрыли ну что зажили как арабы или не очень-то получается гулим написал или написала не знаю не дождетесь скама супер компания сколько людей вылезли из кредитов долгов это государство тянет все вниз только начинает народ норм нормально жить а нет сразу заметили что люди уже не идут вкладываться в банки жил строй сбербанк это все вонючая политика господа выходите из нищеты мы тоже имеем право жить а не существовать в астане открывается официальное представительство 2018 году свой банк может пальцем покажете где он находится ваш банк свой один всевышний свидетель сколько людей вышли из нищеты как всегда ну если говорить про тех кто зашел в квестру в 2015-16 году да согласен а что можно сказать про тех кто вложился весной 2017 года у них дела не очень хорошо как всегда у казахов кто-то чей-то знакомый кто-то работает который работает в том же банке поплакался что люди что люди вклады уходят наверное вклады забирают из банка да и вкладывают в квестру вот типы и репортаж надо было в свое время от ммм так защищать вам вроде ясно говорил что ммм это пирамида ни одного доказательства факта нет есть все легальные документы зарегистрировался в минфин республики казахстан улучшайте свою жизнь и . всем успехов да да все замечательно официальные документы в казахстане есть только не работает что-то ничего и выплат никаких нет несмотря на все рабаловские обещалки причем на напомню что рабалый меморандум вам подписывался подписывал в августе прошлого года что в течение месяца в казахстане и карты у вас будут и биткойна вам подключат все 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 сделает вот евгения дубровская еще кое-что высказала вы не изучив информацию поверили на слова нашим завистникам и даете неверную информацию это не финансовая пирамида а компания которая официально в рамках закона при поддержке правительства казахи слышите при поддержке правительства открыла официальное представительство в казахстане прежде чем говори говорить о чем-то проверяйте информацию вот так ребята а вы говорите пирамиды так правительство казахстана все поддерживает а вот пользователь а дай задает вопрос а где потерпевшие есть хоть один человек который недополучил деньги хороший вопрос а дай на момент публикации этого видео то есть в апреле семнадцатого года действительно обиженных инвесторов не было всем все платилось но по сути через месяц 25 мая сюрприз приехали по и появились тысячи обиженных потому что компания заблокировала вывод сразу в четырех странах берег пишет господин прокурор вы забыли про енпф не знаю что такое енпф альфа кэш тут говорится про финансовую пирамиду но ведь квестра не финансовая пирамида а млм структура у которой продукции инвестиционные портфели я так понимаю раньше этот канал назывался как-нибудь там квестра world или что-то наподобие а потом когда выплаты перекрыли видите он тоже переквалифицировался канальчик переименовал в альфа кэш и насколько я понимаю уже альфа кэш качает ну так что поменял ты свое мнение оказывается что квестра то все-таки пирамида а не млм структура и вот пользователь квестра world как шитау здравствуйте это информационная война я вам говорю что в нашу компанию ходят с других сетевых компаний командами а это никому не нравится лидером тех сетевых компаний от которых уходят люди обидно и они начинают принимать меры начинают писать во все инстанции скорее всего у кого-то из чиновников той же прокуратуры кзыл орды жена или какие-то родственники работают в той или иной сетевой компании и от них по всей видимости поступил заказ на травлю нашей компании если провести анализ то напрашивается вопрос почему только идет с кзыл орды почему нет аналогичных фактов других городах и странах а я вам отвечу на этот вопрос по всей вероятности кто-то не пожалел денег и произвел заказ и это как раз сделали заказ лидер из других сетевых компаний не надо бояться в нашей работать нашей компании она аналогично можно обвинить и другую компанию так как в любой сетевой компании надо приглашать людей которые также выкладывают вкладывают свои деньги даже независимо есть товар или его нет чтобы доказать что мы занимаемся рекламой пирамиды нужна очень сильная доказательственная база очень много времени и нужно произвести очень многие запросы те в те же страны как кабо вердо и испания а это все делается на правительственном уровне а в правительстве этого не позволят так как есть люди в нашей компании которые находятся близких родственных отношениях членами правительства вот опять правительство всплывает так что я вам еще раз говорю что компания квестер волт это не пирамида как вы знаете компания начала свой старт в гир с германии а немцы люди очень скурпулезные ну да компания начала свой старт с германии и стартовали немцы с фамилией абакумов прочухан и пистюк очень немецкие фамилии а потом вы должны обратить внимание на то почему тогда компания квестер волт позволяет в казахстане проводить лидер шипы а таких лидер шипов прошло уже четыре два в алматы один в шимкенте один в астане да еще во дворце мира и согласия где проводятся правительственные мероприятия если бы это была пирамида то поверьте мне никто не дал бы согласия на проведение таких масштабных мероприятий как лидер шип а это все равно что проведение несанкционированных пикетов митингов и т.п прокуратуре уже заняться не чем как считать деньги людей уже не знают как народ загнобить лучше бы с преступностью боролись или наказывали казнокрадов ну так что товарищ квестер волт как шитоу сейчас то вы что думаете насчет ваших аргументов которые вы приводите если бы это была пирамида то поверьте никто бы не дал согласия на проведение масштабных мероприятий как лидер шип то есть приходит человек и говорит а я хочу арендовать у вас зал как у вас это называется дворец мира и согласия да и что вы думаете сотрудники дворца мира и согласия будут там всю подноготную что ли проверять пирамиды ли не пирамиды есть наверняка официальная регистрация кстати арендовать могли вов вовсе и не от имени компании квестер world а какой-нибудь там местный ваш из казахстана пришел сказал что я от своего имени арендую то есть у у сотрудников дворца мира и согласия нет полномочий проверять всех кто приходит у них арендовать помещение они что полный аудит компании что ли будут проводить чтобы выяснить пирамиды ли не пирамида я к чему вам эти комментарии зачитываю потому что год назад как видите множество приводилось аргументов защиту компании квестер world нет ты что это не может быть пирамиды у нас правительственная поддержка смотри какие мы мероприятия какие мы лидер шипы проводим и так далее ну а сейчас товарищи которые вот все эти комментарии писали сейчас то что думаете после 13 месяцев не выплат по-прежнему верите что это не пирамида это легальная компания и нас правительство поддерживает и лидеры все с нами или уже изменилось ваше мнение напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго